В 2018 году, познакомившись с Алексеем, мы сделали такую разведку боем, провели один концерт Стамфестиваля в Уфе, на не очень удобной для современной музыки и вообще для площадки, это в Государственный концертный зал Республики Башкорстан в Малом Зале, хотя был, конечно, определенный интерес у публики, но я считаю, что все-таки, конечно, такой концерт достаточно сложно пока проводить в российской провинции, особенно в национальных республиках. Дело в том, что, скажем так, за последние 30 лет ситуация очень сильно изменилась, если, скажем, до 90-х годов все-таки было достаточно ровно в приоритетах, достаточно ровно в приоритетах между, скажем, Москвой, Ленинградом и все-таки провинцией российской и по уровню образования, потому что, естественно, существовала система распределения. Вот у основ нашего института искусств стояли в основном все распределенные студенты, то есть приезжали, это выпускники, внешники консерватории, да, то есть они оставили здесь школы, в 60-м, 70-м году учредили, теперь уже преподают их студенты. Благодаря этой вот советской системе нам удалось как-то более-менее в 70-80-е годы по всему огромной стране выровнять уровень образования, потому что он как бы из первых рук шел из центров образования Ленинградск. В большей степени, конечно, это выпускников, тогда это Гамби и Негнесиных, да, то есть были консультативные пункты, и очень жестко уровень контролировался, то есть провалов в академизме музыкальном и в исполнительстве, и в композиции, и в образовании, в общем, не было. То есть если образование между, скажем так, индустрией музыкальной жизни, филармонической, советской филармонии между, скажем, Москвой, Ташкентом, Улан-Удэ и Уфой, если отличалось, то ненамного, да, то есть госконцерт СССР, то есть я прекрасно помню, как в Уфе проходили концерты Рихтера, да, то есть это, если были, Стаслава Рихтера, если были, так сказать, работала филармония, работала налаженная система. В 90-е годы практически все это было уничтожено, и уровень настолько стал несопоставим, просто несопоставим, особенно в национальности. Знаете, ну, в принципе, как вот устроить фестиваль современного искусства, например, в городе Грозном, как? Что для людей будут значить, там, фамилия Мессиана, не знаю, там, Тарковского, абсолютно. Выросло поколение, которое, может быть, и готово все это услышать, но, во-первых, нет людей, которые были бы достаточно харизматичны, чтобы объяснить, почему это нужно знать, для чего это нужно. Особенно ситуация тяжелая с индустрией современного искусства, я очень широко называю современным искусством, то есть под этим я понимаю не только как бы западноевропейский пост-авангард, но и музыку, искусство, живопись, кинематографию, которая пытается продолжать или действительно продолжать наследие высокой традиции западной цивилизации, в том числе и русской, как части, безусловно, европейской цивилизации, которая получила свои потенции, в первую очередь, от Германии, от Италии, от Франции, и самобытно их развила и в чем-то даже обогатила и Запад во многих даже моментах, особенно в конце 19 века и в начале 20 века, это был, в общем, во многом даже один из решающих моментов как бы обратного вот этого воздействия русское, именно европейское искусство. То, понимаете, то есть как бы ситуация ведь, скажем, в Бурятии, в Туве, в Якутии, в Поволжье, Чувашии, это Татарстан, Башкорстан, то есть это территории, в принципе, ну вот одна Якутия, это уже пол-России, чушь тут говорить. То есть ситуация на самом деле такая стоит, что академизм уже не то, что современное искусство, а вообще академическое искусство является не самым важным. Главное это, конечно, фольклор, это безразмерные средства внимания СМИ, власти, которые вливаются, так сказать, в псевдонародное вот это вот, народный танец, народное исполнительство. Вторым является эстрада, ну, народное понятно, потому что оно высказывает идентичность национальной, как бы, вот, общности, коллективной общности. Второе это эстрада, потому что, например, академизм это где-то там пятое-седьмое, а современное искусство для него просто нет-нет. То есть как бы никто не настроен против него, понимаете, но только просто нет людей, которые бы говорили и заявляли о его необходимости. Этих людей просто не существует. То есть если бы такие люди появились просто массово, если бы существовала некая институция, которая бы работала не только внутри Садового кольца, но и по территории Российской Федерации, да, которая бы настаивала на необходимости, ну, допустим, как, на необходимости вообще преодолеть отставание российских регионов, да, от, вообще просто, от того, что делается здесь и сейчас. То есть если бы такая институция была, то она, конечно, была бы некая. Поэтому, безусловно, и все прекрасные начинания и господина Чернова, и многих других, и господина Тернопольского, они бы получали свой. Но пока это, вот знаете, такие редкие рейды, скажем, более похожие на какие-то действительно разведки, какие-то некоторые вот концерты, внезапные акции, которые, в общем, имеют отношение не к культурному обогащению, обогащению культуростроительства, а действительно такой, скажем, могут описываться с точки зрения, то есть военной науки. То есть какой-то плацдарм, допустим, да, Казани повезло, там родилась Губайдуль. Да, это, кстати, тоже ученица моего педагога Альберта Семеновича Лемона, которого она начинала впервые. Да, в Казани повезло. Мэрия гордится тем, что фестиваль Губайдуль не ходит. Ну, вот Губайдуль не родилась, понимаете, в Чувашии, поэтому в Чувашии вы не услышите никогда ни одной ноты Мессиана, ни одной ноты Штахаузена. Понимаете, Тува, вот кто-нибудь из вас был в Туве? Я был. Да. Вот. То есть Тува, понимаете, это страна настолько, ну, это вот уже риска, которая фактически, ну, она противостоит европейским трендам во всем абсолютно. Она их отталкивает. Причем, ну, подавляющее большинство населения этого не понимает. Глубоко чуждо им противно это все, извините, так сказать, за такое сравнение. Хотя, как бы, я уверен, что они, конечно, в этом нуждаются. Если бы была возможность им это объяснить, почему это и нужно. Потому что там нет филармонии, потому что там нет консерватории, да, КЗИ. Потому что на огромной, колоссальной территории приблизительно, ну, где-то шесть московских областей нет институций, да, нет центра современного искусства. Поэтому я заканчиваю и хочу сказать, что, безусловно, мы поддерживаем всегда Алексея, Алексея, потому что он, действительно, эта идея Стамма мне очень симпатична. Я считаю, что указание то, что вот это тональное академическое мнение, я считаю, что потенциал тонального музыки и вообще тонального слышания совершенно не исчерпан. Я считаю, что он может и в дальнейшем быть использован в самых различных средах, в самых различных, что, в самых различных, так сказать, направлениях. Вот, я желаю удачи, мы готовы всегда в Уфе принимать, мы всегда готовы помогать по мере сил. Ну, просто я говорю, что на неподготовленной почве очень трудно, конечно, это, очень трудно взращивать. Да, очень трудно взращивать. Конечно, здесь нужны определенные моменты. Вот я бы сказал так, что вот Макс Вебер, знаменитый социолог, говорил, что легитимность, да, вообще право на существование существует, основывается на трех основаниях. Это харизматичность лидеров, это традиции и это законность, да, равные права для всех. Понимаете, когда выпячивается только фольклор в определенных регионах, которые говорят с полу-России, да, только фольклор или псевдонародные, да, а все остальное задвигается, как, в общем, имеющие меньше государственную важность или меньше, так сказать, меньшее значение для определенной национальной коллективной идентичности, то тогда получается, что все не могут конкурировать. То есть все вот направления, они находятся заведомо не в равных условиях. И поэтому очень трудно говорить, так сказать, некой справедливости вот этой вот равных права. Да, отсутствие на какой-то момент харизматического лидера или усталость его, или уход, или невозможность его заменить кем-то, также обрушивает вот эту слабость вот эту институциональную. Ну и третья, как бы, традиция. Ну, Россия, как мы живем в стране, которая, в общем, за последнее время настолько сильно качалась стороны в сторону, вот, еще все равно в любом случае, в большинстве своем мы все равно люди, формировавшиеся именно в Советском Союзе, на советской культуре, вот. И нынешнее состояние России, которое постоянно культура носила то влево, то вправо, тоже очень ослабляет возможность вот этой вот легитимности третьей, как бы, традиционной. Вот. Я хочу еще раз уже повторяюсь уже, конечно, сказать Алексею, что мы целиком полностью поддерживаем, всегда его ждем в Уфе. Тем более, что он как замечательный, великолепный пианист, один из сильнейших пианистов России и Европы. Вот. К сожалению, в этом году в Уфе его концерт сорвался, вот, из-за коронавируса. Но мы его всегда ждем. У него есть своя публика здесь. И среди меломанов, и среди, и друзья, среди композиторов будем пытаться поддержать этот фестиваль.